233, 377, 610, 987 и далее. Ее называют последовательность Фибоначчи. Есть огромное количество свойств, много разных интересных задач про эту последовательность. Я просто напомнил, что такая последовательность есть. Теперь давайте займемся задачей о разбиении на слогаемые. Я не хочу сейчас дать формальное определение, вы увидите, собственно, когда я буду считать, как все это будет. Значит, смотрите, число 1. На слогаемые можно разбить одним единственным способом, просто единицу по-другому не возьмешь. Да, тут даже слогаемого говорит странно. Ну, а давайте так, когда у нас одно число, тоже считаем, что это вот сумма. Просто это такая сумма, в которой только одно слогаемое. Хорошо, что такое двойка? Двойка бывает так. Бывает 2, бывает 1 плюс 1. Бывает 1 плюс 1. И вот давайте я сделаю следующую штуку. Вместо 1 плюс 1 я напишу знак умножения. Поставлю плюсик и запишу, сколько это будет. 1 раз 2, 2 раз 1, и 1 раз 1 раз 1. То есть, можно посчитать? Хорошо. Следующее. 4. Мы занимаемся исследованием разбиений числа на слогаемые. На самом деле, есть целая наука очень интересная о разных свойствах разбиений. Сейчас я рассказываю далеко не самое интересное в этой науке. Просто такое некоторое числовое забавное обстоятельство. Беру число 5 и говорю, какими способами его можно разложить на слогаемые. Только в отличие от предыдущего, я разобью всю эту историю на 5 строчек. Строчки будут такие. Просто число 5. Бывает. Следующая строка. 4 умножить на 1. Это понятно? Да. Понятно. Хорошо. Следующая строка. 3 умножить, а вот дальше я это перепишу, на 2 плюс 1, и ждать. Следующая строчка. 2 умножить, и дальше я вот все это перепишу. Посчитайте. 3, 8, что там еще бывает? 21 еще бывает. 55. Ну, чувствуется, что из этих двух единиц надо вот это ввести, правда? Да. Вот. Да. Ответы через 1. 4 умножить на 3. 5 умножить на 1. И просто 6. То есть, взять их умножить. Смотрите, пожалуйста, есть такое понятие первое слагаемое. Вот когда вы разбили число на слагаемое, то у вас первое слагаемое это любое число от 1 до 6, правда? И если вы знаете первое слагаемое, например, что оно равно 2, то в таком случае, фактически, вы должны решить задачу для оставшихся. А для оставшихся сумма, это как раз 25. Не поленюсь и выпишу еще одно выражение. 1 умножить уже на 144, 2 на 55. Идея понятна? Да. Здесь ответ число Фибоначчи. Число Фибоначчи, это, пожалуй, такая самая-самая, ну, конечно, есть арифтическая прогрессия. Это когда просто берешь какое-нибудь число и начинаешь его все время на одно и то же увеличивать, да? Есть геометрическая прогрессия, когда берешь число и начинаешь в одно и то же количество раз увеличивать. Ну, вот, пожалуй, после этих двух прогрессий число Фибоначчи это самое-самая известная последовательность.